Здравствуйте, друзья! Я Андрей Соловьев. Думаю, что в 2013 году даже самые закоренелые скептики сумели убедиться, что продукция Made in China может быть самого высокого качества, а некоторые продукты родом из Поднебесной вообще могут составить конкуренцию брендам первого эшелона. Конечно, все мы знаем, что и iPhone уже много лет собирается там же, но формально Apple американская компания, контролирующая и качество компонентов, и качество сборки. Но вот что полностью китайский бренд может удивить своей продукцией в хорошем смысле этого слова, думаю, что еще год назад многие со мной бы не согласились. Однако сегодня на примере Oppo, Meizu или Huawei даже самые закоренелые скептики вынуждены признать, что то, что делают эти китайские компании, не только не хуже, но и во многом превосходит продукцию, знаменитых брендов. За примером далеко ходить не нужно, и один из них сейчас как раз передо мной. Это Huawei P6, один из самых тонких смартфонов в мире. Было время, когда он даже держал пальму первенству, пока в сентябре еще один китайский производитель Umeox не представил смартфон еще на полмиллиметра тоньше. Однако даже сейчас, когда берешь его в руки, понимаешь, каких трудов стоило добиться толщины в 6,18 мм. Причем сделать это настолько стильно и аккуратно. Дело в том, что задняя стенка здесь выполнена из анодированного алюминия с матовым покрытием, и толщина корпуса по всей площади равномерна. Даже в районе встроенной камеры этот корпус не толстеет ни капли. Именно глядя на этот модуль камеры, понимаешь, насколько фантастическая задача была поставлена перед инженерами. И задача эта была выполнена. Ведь в 6 мм корпуса была размещена продвинутая оптическая система, оснащенная автофокусом и способная ввести макросъемку с расстояния в 4 см. Разработчики специально подчеркивают эту особенность. И я, как человек, пытавшийся снять улитку в макро-режиме на свой HTC, знаю, как это непросто. Верхняя и боковые грани устройства выполнены прямыми, а вот нижняя часть скругленной. Все элементы управления вынесены на правый торец. Здесь и кнопка включения, и качель громкости, и лоток для установки микросим-карты, и лоток для установки карточки памяти microSD. На верхнем торце практически посредине расположен, не прикрытый никакими заглушками, разъем для подключения кабеля microUSB. А вот разъем для подключения наушников нашелся в самом низу левого борта. Причем он оказался сюрпризом. Металлическая заглушка, прикрывающая этот разъем, не только предотвращает попадание в него грязи, но также и служит заменителем канцелярской скрепки, если вам понадобилось достать карточку памяти microSD, либо установить сим-карту. Помог сэкономить лишние миллиметры и дисплей. Он имеет диагональ 4,7 дюйма и разрешение 1280 на 720 пикселей. Он выполнен по новой технологии Incel, благодаря чему бутерброд, из которого состоит стекло и экран под ним, получились на полмиллиметра тоньше. Кроме этого, стоит отметить, что выглядит дисплей действительно превосходно, причем под любым ракурсом и придраться к картинке практически невозможно. Но вернемся к камерам. Основная, помимо фантастической компактности оптического модуля, может похвастаться еще и 8-мегапиксельной матрицей и возможностью съемки Full HD видео. Характеристики, прямо скажем, не поражающие, однако за качество фотографий аппарату можно поставить твердую четверку. Зато фронтальная камера прямо-таки удивила. Вероятнее всего, в угоду любителей Инстаграма и так называемых луков-самострелов, она имеет разрешение целых 5 мегапикселей. Так что качественные фотографии себя любимого теперь будут хорошо получаться не только в туалетном зеркале, а записывать видео эта камера умеет с разрешением аж 720p. Ну а чтобы не быть голословным с образцами фото и видеосъемки, сделанными на P6, можно познакомиться либо по этой ссылке, либо в описании к видео. Переходим к начинке, и здесь нас ждет уже бывалый HiSilicon K3V2, четырехъядерный процессор собственной разработки Huawei, работающий на частоте в полтора гигагерца. Мы уже встречали этот камушек и на прошлогоднем планшете Mediapad Full HD 10, и на флагманском смартфоне D2, где ему приходилось ворочать либо 5-либо 10-дюймовую матрицу с Full HD разрешением. Еще тогда я говорил, что это дается процессору не так уж и легко. Другое дело 4,7 дюйма и разрешение 1280 на 720. Здесь он наверняка будет шевелиться быстрее. Так и есть, синтетический тест Antutu показывает нам 15103 попугайчика, что против разгромных 9000 на D2 демонстрирует нам яркую зависимость производительности от разрешения матрицы. Также порадовал и объем оперативной памяти это 2 гигабайта, а вот объем встроенной памяти находится на грани приличия. Нет, конечно, 8 гигабайтов, из которых около 5 доступны для пользователя, это тоже неплохо. Однако, если сюда вы закачаете, например, карты всей Европы для навигационной системы, то обойтись без внешней карточки microSD уже точно не получится. Возможно, это связано с нехваткой места внутри корпуса, но, скорее всего, это банальная экономия. Хотя, справедливости ради, стоит отметить, что высокоскоростные карточки microSD емкостью 16 или 32 гигабайта сегодня стоят уже сущие копейки. А вот емкость встроенного аккумулятора точно была принесена в жертву компактности. Ведь 2000 мАч даже при не Full HD разрешении матрицы и не самом быстром процессоре энтузиазма не вызывают. И хотя аппарат работает на свежем Android 4.2.2, очень разумно расходующем энергию аккумулятора, чудеса долгожительства P6 вряд ли продемонстрирует, и его, как и большинство аппаратов, придется заряжать каждую ночь. А вот среди сильных сторон аппарата хорошая яркая матрица, по-настоящему классный корпус с тонкими рамками по краям дисплея, удобно лежащий в руке и всего 120 граммов веса, что в комплексе оставляет удивительно приятное послевкусие. Получается, что P6 – аппарат, к которому хочется возвращаться, взять его в руки, покрутить в руках, может быть, даже проверить электронную почту, и не потому, что это действительно нужно, а потому, что у Huawei получилось сделать стильный и не слишком огромный по современным меркам смартфон. И те, кому так же, как и мне, не нравится мода на большие лопаты, думаю, поймут, что я имею в виду. И на этом у меня сегодня и все. Я благодарю компанию Юмор за предоставленный Huawei P6 и за место для проведения съемок, а вас благодарю за то, что смотрите MobileMHU. Смотрите нас дальше, всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok